В маленьком городке недалеко от города Бриндизи была небольшая церковь, куда каждый день приходили молиться люди. Казалось, это была обычная церковь, но все же в ней было что-то странное и уникальное. Один из посетителей, которые приходили каждый день, вовсе не был человеком. Это была собака. Четвероногий друг сидел в глубине храма во время проповеди и уходил после службы. Собак, конечно же, приветствовали в церкви, при условии, что они хорошо себя вели. Так что само по себе присутствие зверя не было самой необычной частью истории. Однако дело в том, что собака пришла одна. Казалось, у него не было хозяина, и он пришел и ушел по собственной воле. Никто ничего о нем не знал, даже откуда он пришел и куда потом ушел. Тем не менее, он вел себя хорошо и не вызвал волнения или тревоги. Священника и прихожан поразило то, как грустно выглядела собака. У него был печальный взгляд, и его уши поникли. Каждый день он сидел на одном и том же месте, уставившись в одну точку. Это начало пугать некоторых верующих. А некоторые стали верить, что собака может видеть мертвых людей. Но пастырь знал собак. За свою жизнь он владел несколькими. И что становилось все более очевидным, так это то, что это бедное животное просто невероятно грустное. В то время как собака такого вида должна выглядеть сильной и здоровой с блестящей и густой шерстью, это четвероновое создание выглядело худым и хрупким. Казалось, что у него нет дома. Он жил на улице и выискивал остатки, чтобы пропитаться. Возможно, он пришел в церковь за теплом, защитой и общением. Но священник не мог не думать, что собака пришла просить о помощи. Но какая помощь? После проповеди священник объяснил свои мысли некоторым прихожанам и попросил их помочь ему искупать и почистить животное. К счастью, люди согласились и надеялись оказать бедному животному любую возможную помощь. Собака заслужила счастье. Так они медленно подошли к собаке, которая с любопытством посмотрела на них. Было ясно, что он не был ни жестоким, ни боязливым. Ему просто было любопытно. Когда они впервые за долгое время начали купать его и мыть шампунем его свалявшуюся шерсть, он начал вилять хвостом. Собака выглядела счастливой. Небольшое количество человеческой доброты и взаимодействия явно имело значение. Но во время чистки собаки священник сделал заявление. Он видел эту собаку раньше, но не мог точно сказать, где и когда. Он ломал голову, пока группа вытирала собаку и предлагала ему немного еды, которую он с радостью проглотил. Священник решил пока отложить загадку. В тот момент важнее было убедиться, что собака счастлива и здорова, прежде чем ее снова отпустят. Но изначально они думали, что отвезти его к ветеринару будет лучшим вариантом. Там его должны были осмотреть, чтобы убедиться, что он находится в хорошем физическом состоянии, несмотря на то, что он бездомный. Чтобы привезти его туда, мужчина взял свой старый поводок, на котором он держал свою собаку. Как ни странно, четвероногий друг без проблем надел поводок и, казалось, даже наслаждался моментом. Он послушно шел рядом всю дорогу до ветеринара. И он не делал никаких лишних движений, когда осматривал его и проводил несколько анализов. К счастью, результаты пришли быстро, и собака оказалась практически здоровой. Ветеринар также проверил животное на наличие микрочипа. Если бы он у него был, они могли бы выяснить, кто его владелец, и, возможно, собрать их вместе. К сожалению, найти микросхему не удалось. Это был тупик. Казалось, они никогда не узнают, кому принадлежала собака. Когда они разочарованно возвращались в церковь, из магазина вышел мальчик и заметил священника и собаку. Он подбежал к собаке, крепко обнял ее и назвал Томми. Священник, совершенно сбитый с толку, спросил, почему мальчик так его назвал. Мальчик ответил, что так зовут собаку, и что она принадлежала пожилой женщине в этом районе. Внезапно священника осенило, где он раньше видел собаку. Она принадлежала пожилой женщине по имени Мария. Она скончалась несколько месяцев назад, когда старость, наконец, настигла ее. Чтобы подтвердить свою теорию, он сделал небольшой крюк и пошел с Томми к дому, где когда-то жила Мария. Словно зная, куда они идут, Томми начал тянуть поводок и повел священника прямо к старому дому Марии. Это должно было быть правдой. Томми сел и с ликованием посмотрел на дом. Теперь он был пуст и заброшен. Но было ясно, что собака имеет отношение к этому дому. Но священник должен был раз и навсегда подтвердить свои подозрения. Поэтому он привел собаку обратно в церковь и вошел в одну из задних комнат, где он установил камеры наблюдения. Записи хранились полгода. Надеюсь, они будут включать фотографии с похорон Марии. Возможно, он увидит что-то, что подтвердит историю и раз и навсегда идентифицирует Томми как собаку Марии. Итак, мужчина начал просматривать отснятый материал. Он искал нужное время и правильный день. И, наконец, он нашел его. Секрет теперь раскрыт. Когда гроб Марии медленно внесли в церковь, за ней последовала собака. Это был Томми. В тот день пастырь мало что слышал от него, потому что присутствовало слишком много людей. И он сосредоточился на печальной задаче, которую он должен был выполнить. Пес занял свое обычное положение и с тоской смотрел на. Гроб, словно зная, что никогда больше не увидит своего самого дорогого на свете человека. Священник откатил видеозапись еще дальше и был потрясен, увидев, что всякий раз, когда Мария приходила в церковь на молитву, Томми сопровождал ее. Он проводил ее до ее обычного места, а затем сел в задней части церкви и терпеливо ждал, пока она встанет. Священник почувствовал, как его глаза наполняются слезами. Томми каждый день возвращался в одно и то же место в надежде снова увидеть свою хозяйку и воссоединиться с ней. И сердце священника разбилось, увидев такую преданность. Поэтому он долго думал и придумал план усыновления Томми. Он позаботится о собаке, предоставит ему дом с едой и водой и позволит ему каждый день посещать с собой церковь. И хотя священник никогда не сможет заменить Мрю, он сделает все возможное, чтобы склеить разбитое сердце собаки. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok